Глава региона поставил задачу привести в надлежащий вид архитектурные облики подмосковных городов. В работе комиссии участвовали представители Министерства потребительского рынка Московской области, ГОСА, Адмотехнадзора, представители администрации Ленинского района и поселений, депутаты муниципалитета. Особое внимание уделили расторгуйской части города, а в частности территории, прилегающей к станции, которая давно ждала благоустроительных работ. На сегодняшний день эти работы начаты. В одном из скверов уже сделано освещение пешеходной зоны, а к середине сентября все запланированные работы будут завершены. Отрадно, что на станции появился так необходимый людям туалет, правда, работающий с перерывами. Также на станции демонтированы не стационарные объекты, а занимаемая ими площадь приведена в соответствующий установленным правилам и нормам порядок. Работы идут полным ходом. Ко дню города работы будут завершены, будут созданы парковые зоны. Мы работаем и с уличным освещением, и с дорожной сетью, рекламным пространством. Я думаю, что люди увидят действительно хорошую территорию, освобожденную от хаотичного расположения киосков, машин. Также были проверены несколько объектов и торговых центров, ограничащих с МКАДом. В числе других положительных моментов выясная комиссия отметила резкое снижение примеров так называемого визуального шума, отсутствие кричащих вывесок и баннеров. Возглавлял комиссию первый заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства Московской области, главный архитектор Московской области Михаил Хайкин. На одной из главных улиц Видного, проспекте Ленинского комсомола, он сделал ряд замечаний по оформлению рекламно-информационных конструкций, но также отметил положительную работу по улучшению облика города. В целом работа ведется в плановом режиме. Мы в начале года к этой работе приступили, провели фотофиксации, выявили все объекты некондиционные. Сегодня коллеги полным ходом выдают предписания, ведут взаимодействие с потребительским рынком. Очень важно работать совместно с предпринимателями, так чтобы донести до предпринимателей возможные пути решения, чтобы это не несло за собой дополнительных крупных финансовых затрат, чтобы было одновременно и красиво, и комфортно и потребителям, и жителям, и тем, кто пользуется услугами потребительского рынка. В праздник, когда Видное будет отмечать полуиковой юбилей – отличная цель, к которой нужно идти, приведя городское поселение в надлежащий вид, придав ему облик современной и приятной глазу.